Ну что, в Новолунии, в Скорпионе, в Разгаре, я там в Большом Отжиге забыла сказать, что это время вскрытия тайн. Ну, мои любимые два символа, открывашка и раскрытие тайного всех этих подводных камней, которые помогают потом принять правильное решение. И резко может измениться точка зрения. Ну, короче, выведение всех на чистую воду. Вот это как раз это время для этих знаков. Я на свече ничего не рисовала, просто когда писала сейчас, и к этой свече тоже прикреплю тот текст общий про энергии на волне. И там я про вскрытие этих тайн писала. У меня тут шуршит кошка. Она начала кушать рядом, но когда увидела черкающую спичку, решила, что ну его нафиг и полезла кушать в пакет. Так что у меня тут одна только. А может не одна, кто еще пришел. Чернулька, ты пришла, зайка? Ты тоже можешь жевать? Тут такой ветер, что я не могу снять. У нас теперь три. Такой глазами сверкает. Девочки, не ругаемся? Девочки. Чернуль, иди сюда. Иди, я тебя покажу. Иди сюда, Чернуль. Вот еда. Чернулька. Кс-кс-кс-кс-кс. Ты прошла мимо, зайка. Вот еда. Иди сюда, давай. Вот. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Давай иди сюда. Тебе огонь не нравится? Давай, подходи. Да не пуйся ты огонька. Вот. Вот, Чернуль. Давай кушай. Пина. Блин. Чернуль, можно я тебя освещу немножко? Видно? Моя девочка. Зайка. Вон монстр. Из пакета. Папа, у нас сейчас сюда не прибежала, и малышня все. Ну что, это старт. Я уже готовилась. Собрала все, что я хотела бы запустить в этот месяц трансформации. Кстати, свеча, это еще свеча благодарности с равноденствием. С ламосом, по-моему. Все, что в первый лунный день запускается, во-первых, это на реализацию на месяц. А тут еще на 18 лет вперед запускаются программы в эти дни. Так, вот, у нас тут уже нас много, и мы все рычим. Иди сюда, девчонка. Иди ко мне. Где я сейчас всем насыплю? Ждите. Иди кушать. Давай. Ну, чего ты убегаешь? Сейчас мы этой жадиной заберем, и тебе дадим кушать. Давай, иди сюда. Наверху будешь кушать. И ты иди наверху кушай. Все. А Чернуль кто-то внизу. Все дружно скрипят зубами. Так. Моя красавица, там меня Шангри ждет. Шустряша, я к нему уже утром пойду. А то сейчас приду и буду с ним просто спать. Ну, так вот, помимо месяца и каких-то насущных вопросов и гармонизации всего того, что революционер Уран нам принесет, я думаю, многим нужен прорыв. Просто энергии Сатурна просят, чтобы это было структурировано. Структурировано. Не хаотично. И помимо вот этой истории, кто там у нас? Чернуля уже там. А на 19 лет вперед, что вы хотите запустить? И теперь я расскажу на примере. Когда я первый раз узнала об этих циклах и коридорах затмений, я работала... Я вела несколько собственных курсов, очных, не так, как сейчас в интернете, а это были групповые курсы. И уже частные занятия. Я раньше избегала частных занятий. Мне больше нравились работа с группой. Я не понимала, как сидеть с одним человеком, заниматься, когда можно заниматься с тысяч. А сейчас меня очень трудно на группу распространить, потому что мне нравится слияние с одним человеком. И личностное глубинное проникание. В общем, слияние. Правильно сказать. В общем, узнав про эту историю, я отмотала назад, в 18-й лет. И оказалось в 90-м каком-то году, когда я впервые взяла кристаллы в руки, так осознанно коллекцию начала собирать. И читала тогда же Каренцева, Чупру, что-то еще. Верещагина. В общем, это были первые шаги, которые потом переросли в понимание, что я пойду к Норвегову и буду работать с большими группами. Для меня это было очень тяжелое решение перейти из архитектора, который все для себя выстроил. И достатка оставить очень крупную сумму на стройке в качестве компенсации за то, что я ухожу. И уйти в никуда, в неизвестность. Еще и пройти такой путь трансформации, который мне пришлось там пройти. Но главное было не финансовое. Ну, как-то в любом случае мы где-то как-то выживем. Это ж не вопрос вообще. Главное было другое. Я хотела к своим братьям-дервишам. Это было единственное, почему я пошла к Норвегову. Меня интересовало только это, потому что я с детства помнила себя Суфи с самого раннего детства. И сейчас хорошо помню все эти воплощения. То есть они базовые, одна из базовых основ. Ну и начало моего пути здесь, сейчас. Я хотела обратно к Дервишам. А он был таким мостиком, как он сказал, ступенькой. Мне сказал, ты попадешь к Дервишам, вот я этим мостиком стану. Но ты для меня сделаешь кое-что. Ты будешь преподавателем, будешь со мной работать на сцене. Мне нужен такой помощник, как ты. Девочки, не деремся, девочки. Ну? Давайте я это сниму, и потом вы будете за территорию драться. Черна, ты где? Какая ты красотка. Блин, почему не видно? Это черное окошко на фоне тумана. Это классно. На фоне огня и тумана. Блин, не видно. И все то, что мы видим глазами, можно снять. В общем, для меня дилемма была. Он мне дал 10 дней на раздуме. Я понимала, что если я получу знания, работы, допустим, с людьми на сцене, и все о норбековской системе, это не только суфийская, это симбиоз всего. Софийская это отдельно. Если я это все получу, ну, значит, я должна это как-то применять. То есть, я должна навсегда теперь стать преподом. Я должна навсегда теперь это знание куда-то нести, что-то с ним делать, как-то это реализовывать. Ух ты! И вот это было самая сложная тема для меня. И сытой, здоровой, красной жизнью перейти к преподу. Посвятить себя людям. Серьезно, у меня была ломка. Мне казалось, это очень скучно заняться. Делиться знанием. Всю жизнь заниматься больными людьми. Так, я зажгу еще раз или нет? Или я это потом зажгу? Все царевшее, все сырое, но как-то... Блин. В общем, никуда ты поглажься. Сиди себе спокойно кушай. В общем... Блин. Эту ломку я внутри себя 10 дней преодолевала. И потом уже... Меня кинули сразу на сцену. Училась я на ходу. Единственное, что я сделала, я купила диктофон и записывала медитацию, так как он мне и сказал. Честно, сам прикол. Хотите? Когда через 10 дней я им дала медитацию записи, но он меня спросил, а кто это говорит? Я говорю, ну я это говорю, а уж не слышите голос. Он говорит, ты что, ты все выучила? Он говорит, да. Типа, я готова. Он говорит, ты что, работу оставила? Я говорю, ну да. Я ее оставила действительно с большими проблемами, потому что работала я на силовику. Вот. Правительстве, да. Короче... Ну, то есть, чтобы мне не было плохо, я оставила там все деньги, чтобы меня не преследовали. Все, что мне не выплатили, оставалось, ну, буквально полгода, и объект был годан. Он уже отделался. Уже была закуплена медаль, все было закуплено. Они не захотели, чтобы я раз в 10 дней приезжала. Я всегда приезжала раз в 10 дней, но им просто не понравилось, что я хочу идти. И откуда-то приезжать в 10-ти дневках, а потом 2 дня выходных. Я планировала приезжать со всех уголков и продолжать вести объект. При том, что я была бы на связи в любом случае с прорабами. В общем, я это все оставила, и он очумел. У него такого не было. Во-первых, я как ученица, там, ну, слушатель курсов, 40 дней все делала. Никто так не делал. И у меня был конспект всех упражнений покруче, чем у меня препода потом и на всех курсах наших по подъему квалификации. Я это записывала для того, чтобы провести маме и Олесе, поэтому у меня это было детально, четко и совершенно. Слово-слово, я же на стенографистку училась, то есть у меня все было законспектировано, слово-слово, с образами, со всем. Они вообще там причемели все на стене коллеги в будущее. Вот. Так что... Кстати, она не зря затухла, ей еще горит, наверное, минут 40. Я не буду столько сидеть. Так что этот... Вот таким был мой рывок в преподавательство. Меня в 18 лет откинули в момент, когда я взялась за определенные знания, которыми я сейчас делюсь. практикую-то я с 10 лет. Ну... Но это было для себя, для своего развития, для работы с энергетикой. Это не касалось других людей вообще никак. Это касалось меня и моего развития. Это была потребность тела, память клеток, потребность души. А вот то, чем я занимаюсь сейчас, определенная передача знаний, раскрытие потенциала. Первый раз была закинута вот в том цикле. И так я отщелкивала много циклов. То есть то, что вы сейчас родите, может потом переродиться в то, что вы сейчас делаете, задумали, может потом переродиться в нечто не похожее на первоначальный план. Но если вы внимательно посмотрите, то это окажется вот сегодня эта семечка, которая потом перерастет во что-то. Тем более, какая ты моя красивая зайка. Жаль, что я тебя снять не могу. Такая она прям как рысь. Крупная кошка и морда рыси. Такая полностью рыси с кошкой. Она крупнее всех намного. Иди-ка. В общем, ты не подойдешь сюда, рыська? В общем, получается, что сегодня и в коридор затмений запускаются вот эти новые кармические коридоры. Это не только про очищение, это и про наполнение. Кажись ко мне и дозрите. Лучше бы это было на балконе. А так как у нас еще и трансформации, и вскрытие тайн, и глубинные понимания, и чистки. Ну, такой загонный коридор планетарный и по-всякому. О, сейчас оно само затухнет, и это будет конец на сегодня. То есть смысл в течение полнолуния, новолуния всегда отчитывайте три дня до, три дня после. Энергии будут активны. Я вообще работаю в порталах, то есть я в любой момент пробиваю момент запустим пика новолуния. Поэтому для меня каждый день может быть новолунием, если я это заключу. Я одновременно полнолуния ничего не хочу. Я не привязываюсь обычно к циклам. Просто мне нравится в последнее время в это играть. И вот эти три дня до, три дня после найдите время для того, чтобы хотя бы впрыгнуть в 18 лет после. Как будто вы смотрите, какой оно сейчас, 21-й, плюс 10, 31-й, плюс 8, 39-й, 39-й, 40-й год. Ух ты. Звучит футуристично. Тюмин, для тебя точно футуристично. Скажи, мы, Рыси, столько не хотим жить на улице. В общем, может, ты сделаешь этот шаг. Может, тебя в дом заберут. В общем, как будто вы оттуда смотрите в этот момент первого семечка, который будет посеян в этот коридор затмений. Чего вы достигли, можете посмотреть. Это как один из вариантов будущего. Их может быть миллиардовых. Будете изменять каждые две секунды, разветвлять эти коридоры, перевыбирать. Все, что угодно можно делать. Но просто как... Чего бы вы хотели? Вот можно увидеть, если есть навык, что вы там имеете и подкорректировать или порадоваться. Можно задать себе вопрос, а каким бы я хотела увидеть свое будущее через 18 лет? И начать что-то для этого прописывать и делать сегодня. Это может быть направление. Я счастлив, я занимаюсь тем-то или я занимаюсь любимым делом, обладаю тем-то. не обязательно вот под конец там смотреть в промежутке 18 с чем-то лет. Вот, допустим, Китюня может, конечно, и 30 лет прожить и пусть у нее это получится. Может, действительно, в дом попадет или какие-то благоприятные условия. Но там у бабочки срок жизни короче. Просто в промежуток вот этот, что я испытываю, за что я благодарю. Ну, помимо того, еще у вас есть, наверное, сейчас какие-то планы, мечты, надежды, цели какие-то вынашиваем по ночам. Ожидания, мечты, желания. Можно прописать пошаговую. у меня там в предыдущем в твоей листе есть и проверь событий или нет. И про мозговой штурм. Проверь событий где-то я говорила. Можно вот эти ближайшие насущные как-то прописывать. Разрешить потоку вести. Во-первых, руку, чтобы она писала. Во-вторых, написано и необязательно она же будет вычерчена в камне. Просто это направление вектором. Я всегда прошу, когда люди приходят ко мне на занятия, написать. Кстати, вот вам упражнение. Идеальное для этого новолуния. А каждый, кто приходит ко мне на занятия, я прошу сесть и прописать, чего они хотят от меня получить. Обычно добавляю за ваши деньги, потому что за деньги люди тебе душу вытрясут. И еще 300 раз переспросят, точно ли они всю сумму вытрясли. Ну, в общем, их это как-то структурирует, чтобы они хотели получить. При том, что не думаю, могу я им это дать или нет, уровень квалификации, способности, вообще, возможно, это или нет. А вот такую солнечную задачу, солнечную мечту. Так у Яновского бизнес-тренера называлась какая-то глобальная мечта, ну, там, типа сеть гипермаркетов. Вот. по всему миру. Ну, Макдональдс. Какая-то солнечная мечта, которая будет греть, которая будет вести дальше. Ну, вот и я прошу написать что-то такое, вот, как будто у меня есть волшебная палочка, они пришли и вот свои деньги из меня выдолбливают, чтобы я сделала с волшебной палочкой все, что они хотят. Чтобы они себя не ограничивали. Люди прописывают. Я уже много лет не прошу это показывать мне и даже озвучивать. Мне пофигу, что они там хотят. По одной простой причине. Когда они сели писать, они сконцентрировались. вся их энергия со всех мест, мыслей, страхов, людей, привязок, вся собралась в точку. В точку, когда они пишут. То есть они максимально как, допустим, река разлилась на рукава, там, куйму, а потом раз и собралась обратно в русло. Как будто все рукава перекрыли. И все вернулось в единое русло. А вот также энергия человека, куда он концентрируется, произнося слово я, там, при помощи практик, при помощи фокуса, в той же медитации, фокусируется на себе. И вот эта энергия все собирается. Вот они когда садятся и что-то пишут, притом убирают границы и пишут свою солнечную звездную мечту, они уже энергетически простраивают векторы. Есть начало вектора, это они в данный момент. Есть конец вектора, конечная цель а вот то, что посредине не должно колышить ни меня, ни их. Поток сам поведет. Мы обычно увидим 3-5 вариантов возможных, очень часто один, и у нас зашоренное зрение у всех. мы редко позволяем поток увести себя и включаем все-таки ум. А ум у нас надпичкам страхами и предохранителями, поэтому очень редко мы видим даже второй есть четверка чаш, пятерка чаш. Выходы есть мы просто не видим и не хотим видеть ни шансов, ни выходов. не способны из-за внутренних убеждений. В общем, человек прописывает а выстраивает вектор. Это как акт доверия жизни и потоку, потому что по ходу можно себе представить это как допустим перед днем рождения каким-то праздником в детстве, когда вас не обидали, а наоборот исполняли ваши мечты, и вот вы ложитесь перед этим праздником в предвкушении или открывая дверь вот сейчас будут поздравлять у вас предвкушение, а потом можно визуализировать конец этого дня и вы счастливо засыпаете. А середину не надо ничем наполнить, твою жизнь ее наполнит. Это очень классный метод доверия жизни, когда ты хочешь решить что-то, но не знаешь как. У меня есть несколько методов, которыми я решаю. Один из них я просто сдаюсь своей многомерной команде и позволяю вести меня за руки. Просто сдаюсь потоку. Вот один из них я описала это вот начало и конец, а середину оставляем вселенной, потоку, себе многомерному, синхронистичности. вот точно так же можно прописав цели, когда вектор этот выстраивается, дальше довериться жизни, потоку, всем синхронистичностям, договорам, всем, не притянем, с кем мы договорились и так далее. Ты моя музыкантка, рыська, да? Шуршишь мне потихоньку, зайка? в общем можно сделать так и запустить этот коридор лет на 18 и даже дать себе команду и право дописывать в этом коридоре все 18 лет все, что вы хотите. Расширять его, открывать новые двери, доделать эти двери и просто сделайте первый шаг. Можете представить, что у вас берут невидимые руки, которому вы доверяете и ведут по этому коридору. Обычно я впрыгиваю с клиентом в этот коридор, чего я говорю, что мне пофиг, что там напишут. Я просто начинаю заниматься, понимаю, ну, я слилась с человеком и вот у меня есть два состояния. Либо меня уже куда-то как пылесосом тянет, а это значит человек выстроил коридор, я в нем иду. Моя задача проводника и чистильщика все разгребать на пути, все, что будет всплывать во время моего разговора, воспоминаний, ну, всего в потоке. Это просто мусор, который мы будем вычищать на пути к цели. Это могут быть и мои воспоминания, что-то считанное с человека, пофигу, это все работает как все по резонансу, везде потом находится важный смысл и это все блокировки. Вот человек обычно там ой, я думала вы мне по кристаллам поможете, но да, у меня главная тема была там, допустим, родителей или любовь. А видите, мы с вами про это и работаем, а про кристаллы нет. Ну, потому что запрос такой, вот меня и ведет в эту сторону. Поэтому я перестала даже узнавать, что там человек умом написал. Есть внутри запрос, он когда писал, он уже этот запрос на бумагу выставил не в словах, а в потоке в энергоинформационном. Он когда сконцентрировался, он стал этим запросом, а я считываю запрос, а не на бумажке слова. В общем, это первое. Второе состояние, это когда я сливаюсь с человеком, говорю, здравствуйте, и меня понесло. Там в галактику, тут в другие жизни, где он там практиковал, что-то магией занимал. Говорю, ничего не писали, ничего не писал. Говорю, я понимаю, потому что у меня путей, куда вы свести, миллионы, вот куда вы хотите, везде мне интересно, поэтому у меня открытая карта. Это значит, что вы мне маршрут не простроили. Садитесь в два, идите пишите. Или начинаю ходить туда, куда я сочту нужно для вас позапросу. Вот здесь. Так вот, пропишите себе эту цель, она будет вектором, она вас поведет. Страшно достать себе вот эти невидимые руки можно кранеровские, ваша многомерная команда, вы в разных частотах и воплощениях, которые поведут вас к этой цели. А вот они поведут, поверьте. Нету тех людей, которые не дошли бы, если они идут всей своей многомерной командой, всем своим существом. На эту тему ночь зрителей. Ух ты, ты кто был? Китя, у меня такая была интересная, только что надо мной. Я подняла голову, потому что, блин, тень не могу снять, тут тени котов и этот, и почувствую присутствие на доме, почти несколько кошек сидела. Я подумала, человек, девочки, не ругаемся. в общем, есть такое упражнение «Храм сердца». Я сейчас его не проведу, потому что я вообще-то сижу посредине двора, под балконами людей. Вот это я сейчас проводить точно не буду. и там я погружаю человека в состояние себя вечности, себя цельности во всех частотах, расах, цивилизациях, себя полноты, себя потока, движения, звука. И вот, когда человек осознает себя в нынешнем теле как одной из маленьких частиц этого гигантского потока, начинающегося в центре галактики, из-за якоренного на планете, он впадает в состояние безусловной любви, ну, такого некого пофигизма. И какой вопрос ему не задает, там, тебе страшно вот это делать, а вот это тебе ссыкать, ну, а вот тут тебе как, а тут тебе грустно, ну, допустим, я знаю уже болевые точки человека, а вот тут как, а ему там все пофиг, абсолютное спокойствие, потому что он сидит в полной своей силе, в полноте себя, в полноте бытия, в полноте из своего всего ресурса. Вот можно из полноты своего ресурса довериться этой полноте, это есть у каждого из нас, просто я погружаю в это состояние. Если бы вас в школе погружали, и вы не были бы двоечником, вы бы это спокойно имели, как в своем арсенале, как дыхание, как сердцебиение, но так как этому в современных школах не учат, этого навыка у многих нет. Его обычно учат в каких-то тайных школах, ну, во всем там, в суфизме, во всем это есть, погружение, слияние с собой, то есть, точнее, этому не учат. В определенный момент, сливаясь сердцем, ты в это попадаешь сам, и это называется озарением, прозрением, кручение руми, это было об этом же, экстазом божественным. Это слияние с собой вечным, через анахату, с собой потоком, с собой всеми жизнями, реальностями, расами, цивилизацией, где ты и ангелы, кто хочешь. И вот все опыты, которые возможно прожить в этих вселенных, которые мы сами сотворили, ты там всем с собой себя и ощущаешь. И вот из этого могущества ваши планы на 18,5 лет, ну, это просто фигня, как чихнуть, даже не как чихнуть, даже меньше. Просто надо слиться с этим состоянием. Я вот думаю, я буду это догорать или нет. Такая маленькая свечка, у меня большая, сгорала быстрее. Нет, она еще будет, наверное, минут 30 гореть. Скорее всего, я ее догорю чуть позже. С новолунием у нас, с трансформациями и с осуществлением всех желаний, плановых мечтаний. Их можно написать в любой момент и просмотреть еще раз эту свечу. Я всех люблю. Субтитры создавал DimaTorzok